Здравствуйте! Меня зовут Маргарита Шкарабурова. Вы смотрите новости. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях Уорска, Новотроицка, Гая и всего региона. В этом выпуске смотрите. Легендарный Юж-Уралмаш-завод, который еще совсем недавно был одним из крупнейших предприятий нашего города, да и всей области, наконец нашел нового хозяина. Купили его за копейки. Ну а кто именно, вы узнаете через пару минут. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что военная спецоперация не будет закончена до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты. Подробности 30-го дня военной спецоперации расскажем прямо сейчас. На Орском шоссе за час сразу несколько водителей проткнули колеса своих автомобилей. Все подробности узнаете прямо сейчас. Родители выпускников 11-х классов решили самостоятельно написать единый государственный экзамен. Все подробности расскажем в сюжете Алины Валюлиной и Николая Баранникова. В Орске наградили успешных и талантливых спортсменов. Все подробности узнаете прямо сейчас. Легендарный Юж-Уралмаш-завод, входивший когда-то в перечень крупнейших предприятий Оренбургской области, нашел нового хозяина. Его на открытых торгах приобрело общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш-горное оборудование». Это дочка, то есть дочернее предприятие Екатеринбургского «Уралмаша». Оно пришло на Юмс еще три года назад, в мае 2019-го. Вскоре после того, как Юмс обанкротился и был вынужден остановить производство, «Уралмаш-ГО» взял в аренду часть его площадей и принял на работу часть сокращенных сотрудников. В сентябре 2020 года появилась информация, что екатеринбуржцы готовы выкупить Юмс целиком. Однако на торги они почему-то не заявлялись. Имущество Юмса, которое поначалу оценивалось в 4 миллиарда 400 миллионов рублей, никого не заинтересовало. Торги раз за разом признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Цена завода при этом постоянно снижалась. Сначала до 4 миллиардов 100 миллионов, потом до 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Но и это не приводило ни к какому результату. И вот, наконец, 24 марта 2022 года это случилось. Согласно информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Юмс купили. За 817 миллионов 803 тысячи 607 рублей и еще 30 копеек. Это 18% от стартовой стоимости, то есть меньше одной пятой. Это, конечно, ничтожно мало для такого огромного предприятия, ведь в состав лота входят земельные участки, коммуникации, здания цехов и административные корпуса, уникальное оборудование и даже мелочевка, вроде новой спецодежды, хранящейся на складах или офисной мебели в кабинетах. Тем не менее, новый хозяин у предприятия все-таки появился, и это дает Орску надежду на возобновление производства и создание новых, или точнее, воссоздание старых рабочих мест. Мы пытаемся связаться с представителями нового собственника предприятия, чтобы узнать у них о планах по развитию производства. Получив комментарий, расскажем об этом в следующих выпусках нашей новостной программы. 30-й день военной специальной операции России на Украине. Расчетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожена база подготовки иностранных наемников на Украине, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Также официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков рассказал, что всего с начала проведения операции уничтожены 261 украинский беспилотник, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронемашин, 636 орудий пылевой артиллерии и минометов. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в интервью РИА Новости рассказал, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей – деноцификации и демилитаризации Украины. Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство, не были достигнуты дипломатическим путем. Об этом сказал президент, когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы по ее проведению определяются верховным главнокомандующим. По конституциям является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден верховным главнокомандующим. Поэтому сейчас какие-то дополнительные оценки я давать не буду. Мне кажется, что это вполне исчерпывающая оценка, которая была дана президентом. Но очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов России Антоном Силуановым. На встрече обсуждались вопросы финансирования предприятий, обороны промышленного комплекса, государственного оборонного заказа, а также финансового обеспечения вооруженных сил РФ. Россия доставила более 8 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину. В МЧС отметили, что всего отправлено более 40 колонн с гуманитарной помощью. Компания Apple сообщила о национальной системе платежных карт, что приостанавливает поддержку карт МИР в платежной системе Apple Pay. Однако Samsung Pay и МИР Pay работают с картами МИР в штатном режиме. Об этом сообщили в Сбербанке. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительству предстоит запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса. Так он назвал приоритетной для комбина задачи обеспечения продовольственной безопасности. Важно, чтобы продукты были на полках. Вся оперативная информация о военной операции есть в материале на сайте orsk.ru под названием «Военная операция на Украине онлайн». Еще быстрее все появляется в нашем телеграм-канале. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь. Газ на заправках Оренбурга подешевел. Его цена 19 рублей 90 копеек. Но есть и заправки, где ценник упал и вовсе до 12 рублей. Это шок, но стоимость пропана упала вдвое. Газ в столице региона стоил в пределах 26 рублей. С чем это связано, рассказал вице-губернатор Оренбуржья Игнат Петухов. Изменения он связал со сменой логистических цепочек и мировых цен на сырье. Странно, но эта же мировая ситуация не повлияла на Орск. Цены на газ у нас не сильно отличаются от вчерашней. 22 рубля 60 копеек. Да, снижение есть. Стоил газ 24 рубля 10 копеек. Но не такое, как в Оренбурге. Или до нас эта прекрасная модная тенденция еще не дошла. Напомним, в 2021 году орчане возмущались ценами на голубое топливо. 6 августа цена скакнула на 6 рублей и составляла 29 рублей 90 копеек. Автолюбители тогда даже глазом не успели моргнуть. А 12 августа цена опять поднялась. За литр уже 31 рубль. Потом в феврале вроде как цена немного упала. Пятница. Многие ждут этот день недели, чтобы наконец-то отдохнуть и хорошо провести выходные. Но некоторым орчанам этот день принес неприятности и незапланированные растраты. На Орском шоссе буквально за один час сразу несколько водителей разорвали шины на своих автомобилях. Ну, видать, ямочка была под водой. Вот. Не увидели и все. Все на одну и ту же яму наехали? Да. Она где находится? Ну, там уже мы поставили знак, чтобы как бы объезжали. Ну, не знаю. Надолго хватит. Неизвестно, сколько всего в яму угодило машин. Но, по словам очевидцев, их было больше пяти. Причем у многих колеса не подлежат восстановлению. Вот пять машин стоит. До этого еще вот модель Лада 12, по-моему, она стояла и уехала. Они отремонтировались, не стали. Я вызвала ГИБДД. Хочу написать жалобу на дорожную службу, чтобы они мне возместили вот этот вот ущерб. Ну, не следят, получается, за состоянием дорог. Это же не только вот у нас машина там колесо провела. Это создаёт также, знаете, ну, может какое-то другое дорожно-транспортное происшествие. Ага. Поняла. Вот там, вы смотрели, да, там туда дальше еще машины? Газель еще вот была пробили. Газель даже была? Да, да. Они тоже не стали дожидаться, они уехали. А сколько принято? Я насчитала, вот 7 машин у нас было. Сейчас водители объезжают яму. А все потому, что пострадавшие подручными материалами соорудили опознавательный знак. Благодаря чему это все сейчас успокоилось. Еще больше у нас нету вот этих машин не прибывает, потому что вот мужчины, они вот взяли, вот видите там, да, обратили внимание, они поставили там вот какой-то опознавательный, я не знаю, соорудили. Сами руками сделали, да. Они пошли вот напротив магазина или что там, они попросили, вот соорудили, чтобы больше никто не попадал. Мы обратились за комментарием в администрацию города, чтобы узнать, будут ли данный участок дороги приводить в порядок. Там рассказали, Орское шоссе ремонтировали в 2018 году, то есть не так уж давно. Если этот участок дороги еще на гарантии, то подрядчик будет обязан устранить недочеты. Если же гарантийный срок истек, то проблемное место включат в план работ при проведении ямочного ремонта. Ну что ж, будем надеяться, что в скором времени на Орском шоссе проведут хотя бы ямочный ремонт. Ну а пока советуем водителям быть аккуратнее на этом участке дороги. Анастасия Тимофеева, Андрей Энгель, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». С 25 по 27 марта на дорогах Гайского городского округа пройдет ОПМ-встречка, направленная на профилактику аварий, связанных с выездом на встречную полосу движения. Напомним, что наказание за данный вид нарушения составляет штраф в 5000 рублей либо лишение прав от 4 до 6 месяцев. Сотрудники Орской межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что система ливневой канализации, проходящая от улицы Омской через улицы Новосибирская, Ялтинская, Гомельская, в реестре муниципальной собственности является бесхозной. После осмотра и взятий проб специалисты выявили в сточных водах превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Неочищенные бытовые воды поступали в ливневую систему, далее выбрасывались в реку Елшанка. Администрация, в свою очередь, не предпринимала мер по постановлению на учет бесхозных объектов. Чтобы устранить нарушения, прокурор обратился в суд с административным иском к городской администрации. Теперь мэрия должна устранить нарушения законодательства о водоотведении. Решением Октябрьского районного суда Орска от 25 ноября 2021 года исковые требования прокурора удовлетворены. На администрацию Орска возложены обязанности провести технические мероприятия, направленные на недопущение сброса неочищенных сточных бытовых вод в черте города Орска на рельеф местности через ливневую систему и их сброс в реку Елшанка. Провести обследование и составить техническое описание сетей ливневой канализации, получить разрешение о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных ливневых вод, принять меры по постановке на учет ливневой системы. По сообщению штаба по предупреждению завозы распространения COVID-19 на территории Новотроицка, в городе продолжаются проверки по соблюдению антиковидного законодательства. Так, всего за три дня было проверено 19 магазинов, руководству которых были объявлены замечания и проведены разъяснительные беседы о мерах по противодействию распространения коронавируса. Сотрудники полиции составили пять протоколов за несоблюдение масочного режима. Ворские родители выпускников 11 классов сели за парты, чтобы сдать единый государственный экзамен по математике. Такая возможность предоставляется благодаря акции, которую ежегодно проводит Министерство образования Оренбургской области. В школе номер 8 именно она была выбрана пунктом сдачи ЕГЭ для взрослых, организовали все обязательные условия для написания государственного экзамена. Пропускной режим через рамку металлоискатель. С собой в кабинет разрешено взять только черную ручку и паспорт, никаких телефонов. Соответствующая рассадка в кабинете. По правилам ЕГЭ за партой может сидеть только один экзаменуемый. Обязательное заполнение регистрационных бланков и так далее. В общем, все было очень строго. Традиционные акции «Родители сдают ЕГЭ» проводятся в целях психологической подготовки родителей и выпускников перед итоговыми экзаменами. Родители – это самый близкий человек для ребенка. И как бы мы ни старались психологически подготовить его к этой достаточно серьезной процедуре сдачи ЕГЭ, только родитель сможет своей уверенностью, своим добрым взглядом, похвалой настроить ребенка на сдачу ЕГЭ и получение высшего результата. Сегодня у родителей есть прекрасная возможность посмотреть всю процедуру ЕГЭ и увериться в том, что это не страшно, что это по силам, что это можно сделать. Написать единый государственный экзамен пришли 37 родителей 11-классников Орска. Мы решили спросить у участника акции, отца-выпускницы, почему же все-таки он решил сдать ЕГЭ. Сейчас для детей, которые заканчивают, для них сейчас такой достаточно интересный, но сложный и волнительный период. И хотелось бы, конечно, во-первых, их поддержать, во-вторых, ну, собственно говоря, как-то разделить, да, как-то почувствовать, что они испытывают, чтобы, ну, можно было находиться с ними на одной волне и помочь им чем-то. Ну что же, экзамен написан. Теперь наступает волнительный момент – ожидание результатов. Все работы, которые написали родители выпускников, проверят специалисты, а их итоги будут известны уже 29 марта. Алина Валюлина, Николай Баранников, служба информации ТРК «Евразия». Полторы недели назад мы делали репортаж из поселка Гудрон. Там в относительно новой и очень ухоженной пятиэтажке на улице Краснофлотской с крыши хлынула вода. Она промочила стены, надулась пузырями в натяжных потолках. В общем, люди были очень сильно возмущены. И вот прошло полторы недели, и снова нам поступает жалоба. Снова мы едем на Гудрон, но на этот раз другой край поселка – на улицу Петровского. Улица-то другая, а жалоба все та же – течет крыша. Этот дом, кстати, тоже довольно новый – 80-х годов постройки. В подъезде чисто, уютно, но начиная с третьего этажа стены покрываются желтыми пятнами, штукатурка разъедается грибком. И чем выше, тем этих пятен больше, а на пятом этаже побелки уже почти и не видно. Все сплошь в бурых разводах. В квартирах немногим лучше. Сырость, обои отваливаются, с потолка текут ручьи. Кадыржан Утигенов живет на четвертом этаже. Он говорит, что после каждого сильного дождя с потолка начинает капать. А сейчас, когда снег тает, уже не капает, а льет потоком. Сейчас полностью прихожка потекло, кухня потекло до самого третьего. Это с пятого этажа до третьего этажа прям насквозь пробег. С электричеством через люстру вода идет. Прямо вот через люстру, как мы его включать, тут ток убьет уже. Мы отключаем проб. Соседи, которые живут над ним на пятом этаже, и вовсе съехали. Именно потому, что в таких условиях жить невозможно, говорит он. И добавляет. Пять лет назад, когда покупал эту квартиру, даже и подумать не мог, что возникнут такие проблемы. В первых четыре года было все нормально, а в прошлые годы, как началось этот потоп, мы им куда только не обращались, они никакие меры не принимали. Вчера и в администрацию звонили, и к ним каждый день ходим. Они, мол, ссылаются, у них директор как бы уже полгода на больничном, до сих пор не уходит. Зам вчера вообще зам убежал, тоже, говорит, на больничном. Диспетчер каждый день записывает, а черток, они никакие самые меры не принимают. Кстати, этот дом обслуживается компанией ОСЖ. Той же, что и дом на Краснофлотской, о котором мы рассказывали полторы недели назад. Тогда мы поговорили с директором организации по телефону. Ну а на этот раз решили дойти туда лично, вместе с Кадыржаном. Директора на месте не оказалось, он и правда на больничном. Но в конторе мы застали главного бухгалтера, Анастасию Чеботарь. С ней у нас состоялся такой разговор. Смотрите, вопрос такой. У них на кровле, наверху, разрушена веншахта. А с ним? Предлагалось учить, как бы, собственникам предлагалось о том, что надо принять решение, собрать собрание, принять решение и принести протокол на восстановление этой веншахты. Да. Собственники принимать решение не хотят. Они идите, делайте за свой счет, нам надо, чтобы было сделано. То есть у них средства на счету дома, в принципе, есть. Им надо принять решение, чтобы эти средства направить на ремонт. Мы просим, да, протокол, потому что данная услуга, мы не можем вот так вот без решения собственников, зайти к ним на дом и сделать то, что они хотят. Но нужен протокол о собственниках. В общем, классическая ситуация. Жильцы уверяют, что сделали все возможное, чтобы обратить внимание на свою проблему, а никто не обращает. Коммунальщики парируют. Они в курсе. Просто не нужно было делать всего возможного. Достаточно было просто провести собрание и принести им одну единственную бумажку. Признавать свою неправоту не хочет никто. Тем временем с крыши течет и течет. А ведь весна еще только начинается. Павел Лещенко, Николай Баранников, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В детской художественной школе ГАЯ в рамках акции «Неделя культуры» в Оренбургской области открылась выставка «Волшебство детских рук», на которой представлены работы воспитанников преподавателя Галины Ко. Работы разнообразные по содержанию и по технике исполнения. Здесь работы разных лет. У каждого преподавателя есть свой фонд, который накапливается в течение многих годов. Здесь представлены работы уже детей, которые некоторые закончили, уже вузы, колледжи. Есть, которые закончили позапрошлом году детскую художественную школу. Вот из фонда работ я представила те, которые мне понравились. И постаралась я именно представить такие работы, где ребята, придя на выставку, могли бы посмотреть работы в разной технике. То есть это и разные материалы, и разная техника. В акварели, в графике, в темпере, гуашевые работы. И также мазочками, заливками. То есть техника там а-ля прима, лессировка. Чтобы дети посмотрели, как можно работать. Младшие, особенно детки, которые приходили на выставку. Наши подготовишки, первоклашки, второклашки, которые вот только недавно пришли заниматься. То есть я подбирала не только самые-самые красивые работы, я еще подбирала учебный материал для того, чтобы это детям в будущем пригодилось. Кроме этого, на выставке представлены работы учеников Оксаны Шеншиной «Я люблю дизайн». А воспитанники, преподаватели Анна Цымбалюк и Оксана Орловская оформили выставку игрушек, связанных крючком. Мне очень нравится, что в наше время дети занимаются рукоделием. Что девочка, вот Вика сидит с мамой, вот она ей показывает, она вяжет. Потом вот она с удовольствием принесла свои игрушки. Ребята, учителя восхищаются. Как бы у нее уже стимул продолжать дальше работать. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В Орске поздравили тех, без кого уже невозможно представить нашу жизнь – коммунальщиков. В фойе Центра развития творчества «Радость» гостей встречали в Велончелистке. Там же разместилась выставка на коммунальную тематику, конечно же. На сцене вручали почетные грамоты, дипломы, подарки арчанам, которые трудятся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня мы собрались для того, чтобы поздравить друг друга с днем работника жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу сказать, что, конечно, мы все живем и не замечаем благ цивилизации уже, потому что как данность дано, что есть тепло в доме, что есть свет, что есть вода, водоснабжение, водоотведение. И все эти блага дают люди, которые работают день и ночь. Вот сегодня сейчас мы говорили об этом. И есть дежурная служба, и они несут эту службу практически как военные, выезжают на аварии и устраняют какие-то недостатки, которые привели к таким ситуациям. На мероприятии показали фильм, в котором представили всю историю управления жилищно-коммунального хозяйства Орска. Ну и, конечно, праздник сопровождался концертной программой от творческих коллективов города. ПЕСНЯ Всех причастных поздравляем с праздником! От вашей работы зависит не только поступление коммунальных благ в дома и квартиры, но и хорошее настроение арчан и их уверенность в завтрашнем дне. В Орске стартовал всероссийский конкурс академического пения «Живой звук». Начался он с большого концерта «Навстречу весне», который прошел в драматическом театре. На сцене выступили члены жюри конкурса – солистка Свердловского театра музыкальной комедии Анастасия Ермолаева и солистка Челябинской филармонии Наталья Кралина. На конкурс приехали исполнители со всей России – из Оренбургской области, в том числе из Орска. Астрахани, Самары, Кургана, Башкирии, Челябинска и Екатеринбурга. Он проходит на базе Орского колледжа искусств. Демонстрировать свои умения и получать знания и опыт участники будут несколько дней. А в конце состоится гала-концерт. В Орске прошло первенство Оренбургской области по тяжелой атлетике, посвященное памяти Ивану Ламерту, заслуженному работнику физической культуры и спорта Орска. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Оренбурга, Орска, Гая, Медногорска и Кувандыка. Состязания прошли среди девушек и юношей 2008 года рождения и моложе. Спортивное мероприятие объединило не только участников, но и выдающихся тренеров, судей различных категорий. На нашем открытом турнире представлены команды всей области. Это Кувандык, Медногорск, Гай, Оренбург. Большая команда. Но всего где-то участников порядка 120-140 человек будет. Судьи они меняются, потому что 8 часов судить тяжело. А судей на потоке, на помосте судят 3 человека. Центральный и 2 боковых судей. Мероприятие началось в торжественной церемонии открытия. Первые лица города пожелали спортсменам удачи. Тренеры команд к ним присоединились и сказали напутственные слова. После торжественной части ребятам дали время на разминку. Далее начались и сами выступления. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 После восьмичасовых выступлений прошло награждение победителей и призеров. Спортсменам, показавшим лучшие результаты, вручили грамоты и медали. В администрации Орска поздравили спортсменов, которые показали отличные результаты на различных российских соревнованиях. На мероприятии присутствовали тренеры, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Сергей Ротмистров, а также глава города Василий Казупица. Среди отличившихся спортсменов были боксеры Нурлан Сафаров, Тимур Мухамедзянов, Даниэль Инцапов, пловцы Данил Абдулаев, Владислав Киселев, а также самбисты Жан Такашев и Виктория Москвенкова. Не осталась незамеченная юная шашистка Виктория Захарова. Все эти ребята уже неоднократно были героями наших репортажей. Их имена знает весь город и, разумеется, свои награды они получили абсолютно заслуженно. Это приятные эмоции, зашкаливает, конечно. Хорошо очень. А какие планы на будущее вообще? Расскажи. Ну вот в ближайшее время мы готовимся на сборы. Скоро сборы будут в Кисловодске со сборной России. А дальнейшие у нас планы чемпионата России готовимся. А вообще давно спортом занимаешься? Да, 12 лет уже как боксом занимаюсь. Редакция Орс.ру поздравляет спортсменов и желает дальнейших побед на различных соревнованиях. Мы будем держать за вас кулачки и ждать новые встречи, чтобы рассказать о вас всему Оренбуржью. В Гэй пройдут финальные матчи первой лиги областного чемпионата по хоккею с шайбой среди любительских команд. 26 марта в первом матче плей-офф «Степные лисы» город Ясный и Аккерман из Новотроицка разыграют первую путевку в финал. Начало встречи в 11 часов. В 13 часов 26 марта во втором матче полуфинала «Горняк-Гайский Гог» сыграет с командой из поселка «Булак», «Степные волки». 27 марта в 11 часов состоится матч за третье место. В 13 часов 27 марта будет сыгран финал. Отметим, что команда «Горняк-Гайский Гог» является лидером турнирной таблицы в первой лиге, имея в своем активе 17 очков по результатам 9 матчей. Субтитры создавал DimaTorzok